всем привет дорогие друзья добро пожаловать ко мне на канал тема сегодняшнего видео джентльмен руководство к мужской элегантности я выписал основные моменты которые включены в мужскую элегантность семья собрала получается сейчас скажу 15 пунктов как должен выглядеть джентльмен первое это конечно же ухоженность борода прическа ухоженное лицо если бороды нет просто ухоженное именно лицо знаменитые так скажем сейчас очень модно и популярно ходить барбершоп и барбер парикмахерский там такие кстати предоставляют все услуги по уходу также важно выделить ароматные средства после бритья которые вы используете какие-то крема также нужно ухаживать за лицом вот так же обычно во многих книгах пишется что 2-3 парфюма у вас должно как минимум имеется на рубашка качество ткани и самое важное мне кажется самый важный показатель почему потому что вы в основном находитесь 24 на 7 тем более если вы работаете в офисе вы находитесь в рубашках соответственно важно летом например желательно чтобы ткани были более натуральные с примесью хлопка льна шелковые и так далее вообще а зимой например это шерсть кашемир или какие-то смесовые ткани именно смесь например кашемир пришел хлопок самый популярный вариант существует в рубашках также около 17 видов воротников даже больше выбирайте сами свой вариант воротника который вам нравится сейчас очень модно с такой узкий воротниками наносить вот следующий пункт это галстук галстуки туда же входят бабочки галстук естественно он бывает шелковый шестяной трикотажный самые популярные ты конечно же в диагональную полоску они бывают разной шириной и расстояние между ними узкие длинные разными цветами конечно же всегда оценились галстуки из стопроцентного шелка или шерсти опять же есть множество моделей также интересные модели я видела трикотажный множество есть моделей цветов там для встреч то есть это мне кажется отдельная тема например политики тоже определяют одевают определенные цвета галстука вообще любитель самый главный любитель бабочек который любил носить именно бабочки это был уинстон черчилль считаю что в гардеробе мужчины должно иметься как минимум две бабочки даже если вы не любитель это черное и белое дальше самом конце почти объясню зачем туда же относится короткий шарфик который одевается под воротник рубашки обычно он шелковый его я конечно видела в гардеробе как бы меньше именно на улице где-то на средстайлах но все-таки он есть тоже обратите внимание четвертый пункт это костюма костюм это конечно же большая очень такая обширная тема которую мне кажется можно снять отдельное видео кстати пишите если вам интересно было бы узнать про костюмы вообще более раскрыть эту тему впишите в комментариях англии например у мужчин бывает по 68 костюмов если не больше они стараются шить их на заказу портного важно иметь пару костюмов для работы пару для выхода в свет для гостей на какие-то мероприятия главное внимание конечно же нужно уделить составу ткани опять же в нем опять же в этом костюме мужчины проводят почти практически целый день поэтому ткань должна быть максимально натуральной опять же конечно можно с примесью например 20-30 процентов синтетически и большую часть должна занимать для костюмов обычно есть различные интересные ткани давайте поговорим об основных рисунках на ткани обычно это опять же полоска разной ширины расстояние между ними тонкая толстая или менее выражена также есть что-то наподобие мелкой мелкий горошек и не знаю как сказать мелкую точку чтобы было понятнее это типа как зернистый рисунок конечно же в разных видов клетка педен пуль это гусиная лапка так называемая и тарта она вроде идет вроде шотландки также различных цветов естественно для повседневности это более сдержанные цвета для офисов также есть знаменитые твидовые теплые костюмы вообще силуэтов у костюмов именно мужских очень много кто-то предпочитает например более итальянский крой итальянский кроем более ближе приталин и силуэт имеет ближе к телу например если сравнивать американский пиджаком более такой свободны также например если брать ли легкие летние какие-то ткани очень популярные костюмы и зелено более светлых бежевых оттенков светло-серых например вот поехали дальше пятый пункт так называемый спортивный пиджак обычно он изготавливается из твидовой ткани но не только если говорить о рисунке это ткани в рубчик мелкую клетку какие-то шашечный рисунок елочку и так далее такой пиджак носится на ежедневной основе менее официального кроя он идет более на выход на прогулки какие-то на какие-то свободные такие мероприятия где более такой свободный дресс-код этот пиджак более практичный он имеет разного вида кроя бывает двубортные однобортные с одной из двумя застежками с различными видами ставок вообще даже может быть в стиле милитари например обычно к ним идут брюки вельветовые ткани если это зима или бархат также какие-то легкие шерстяные ткани если это лето можно джинсовый вариант или просто джинсы хлопковые летние шорты шестой пункт это ремни или подтяжки обычно кожаный с разной фактурой кожи пряжка обычно с разными линиями и деталями вообще самое главное конечно хороший показатель чтобы она была из добротной хорошей кожи сделан также если углубляться в эту тему то пряжки идут для определенных видов брюк каждый мой пункт выходной пиджак в английском языке переводится как блейзер обычно он классический такой английский может быть даже пиджак обычно классической вариации этого пиджака считается двубортные с шестью пуговицами обычно они золотые золотого или какого-то латунного цвета обычно он темно-синего цвета с достаточно широким воротником здесь и ткань обычно выбирают либо фланель либо другая разновидность какой-то тонкой шерстяной ткани восьмой пункт обувь кожаный или замшевый обычно мужчинам рекомендуют уметь иметь по 3-4 пары обычно это оксфорды черного цвета макосины и кожан или замшевые какие-то коричневые броги или дерби обычно черного цвета в вот следующий пункт это девиаль пятый пальто пальто опять же бывает разных видов кромби честерфильд монгомери и так далее также тренч также я рекомендую приобрести тренч макинтош или классический под бербери также всегда актуальными будут стеганые куртки какие-то плащевки или жилетки 50 это шляпа или головной убор шляпа как бы не совсем актуальна хотя некоторые мужчины носят также можно носить те же бейсболки кепи джинсовые кожаные различные из различных тканей если брать шляпы в основном это fedora цилиндр панама какие-то соломенные шляпки летом а следующий одиннадцатый пункт это аксессуары они очень обширные у меня очень много набралось давайте перечислим перчатки шарф это как основные и отдельно я хотела акцентировать внимание на платочки верхнем кармашке пиджака так называемый паше обычно они идут 35 на 35 или 45 на 45 сантиметров ткани обычно лен шелк хлопок или какая-то шерстяная легкая ткань обычно важно сочетать вот этот платочек паше с цветом рубашки с цветом галстука если вы не хотите заморачиваться и рекомендую приобрести модель серого или белого цветов он сочетается практически со всем со всеми образами внизу оставлю ссылку как его складывать и не такую небольшую предысторию две статьи нашла 1 gq 2 вот не помню посмотрите если вам интересно в аксессуары также входят визитницы ключницы портсигары какие-то красивые ручки которые носят собой в пиджаке часы это тоже опять же отдельная тема перстни булавки для галстука кашел кошельки цепь под рубашку запонки портфеля для работы и зонты очки и прочее следующий пункт двенадцатый это трикотаж сюда относятся пулаверы водолазки полос рукавом свитер какой-то кардиган интересный необычный кардиган шелковый круг с круглым шалевым таким воротником интересные жилетки именно в зимнее в осеннее время носить жилет на пуговицах опять же если брать ткань каких-то из натуральной ткани желательно же если на при этом содержание 10 20 процентов то ничего и синтетических тканей то ничего страшного она будет меньше мяться вот так же есть интересные модели вязаных свитеров на зиму тоже рекомендую присмотреться особенно какой-то красивые крупные нас это одежда для спорта туда входит какой-то активный спорт за занятием футбола то соответственно нужна какая-то определенная форма если это яхтинг там другая одежда пола рыбалка охота скачки так далее к одежде для спорта относятся какие-то ветровки непромокаемые или просто легкие ветровки пола джинсы и жилетки с карманами если из обуви брать это какие-то эспадрильи сапоги эспадрильи для яхтинга например 14 пункт это костюм для выхода в свет у меня получилось три пункта в основных первый это конечно же знаменитый смокинг сейчас более раскрою эту тему что должен включать себе смокинг это белый или черный пиджак белая специальная рубашка для смокинга обязательно брюки должны быть черного или темно-синего цвета черная или белая бабочка вот как раз я про бабочку делала акцент говорила что в конце скажу для этого вам и нужно иметь черную бабочку или белую также красный платочек в кармашек паше и белый носовой платочек с собой пояс пояс в виде кушака опять же красивые запонки черные длинные носки советуют обычно до колен шелковые или полушерстяные легкие следующий пункт так называемый white tie он конечно же менее распространен сюда включается фраг такой удлиненный пиджак жилет белые черные брюки сбоку чтоб с двумя полосками с одной полоской в общем с лампасами тоненькими можно например какой-то разной фактуры взять например лампасы более блестящие сами брюки более из матовой полушерстяной ткани рубашка для фрага специальная белый шарф черный цилиндр и белые перчатки и под смокинг и под white tie советую черную лаковую обувь или какие-то мягкие макосины с пряжкой это дневной выходной костюм обычно его одевают на какие-то мероприятия либо на свадьбу обычно это черный или серый длинный такой со скосом пиджак не знаю как его называть фраг сюртук до колен может быть чуть ниже также серый или бежевый светлый жилет брюки в полоску в мелкий рубчик или черного или серого однотонного цвета серые перчатки опять же цилиндр или галстук ой цилиндр и галстук 15 пункт это домашняя одежда последний пункт уже заканчиваем пижама опять же может быть из натуральных тканях пижама более легкого свободного кроя опять же из натуральных тканей либо с какой-то примесью какой-то комфортный по телу можно даже вискозу в принципе сверху одевается обычно домашний халат в зависимости например из обуви это тапочки домашние или в европе например не снимают обувь в доме они носят такие мягко из мягкой кожи обувь вот и все я буду заканчивать на этом видео если вам понравилось пожалуйста не забывайте ставить лайк подписывайтесь на мой канал пишите в комментариях может быть мне стоит раскрыть какую-то тему еще больше всем спасибо за внимание увидимся в следующих видео чао-чао пока